Всем трейдерам огромный привет! С вами Аркадий Романович, живой трейдинг по сигналам системы ClusterTrader. 19 часов, почти 15 по Москве, недавно закончились торги в чате с трейдерами, и я решил записать короткое видео, как торгую, потому что еще не вечер, а еще могут быть сделки, позиции, и вот мы с вами наблюдаем за сделкой потенциальной по индексу Nasdaq. Так, давайте сделаем вот так. Чуть ранее у нас был стрелочный здесь Nasdaq, но я не принял сигнал. Почему? Потому что нет уровня слева, ничего подтверждающего вход здесь для меня, и сейчас рынок вернулся куда? К зеленой зоне. Сплошная вот эта линия зеленая, видите? Зона сопротивления, которая теперь становится поддержкой. До этого мы подходили сюда, протестировали, отбились, пробили, вернулись. У меня также на прицеле золото, но здесь торгов особых нет, все стоит. Последние 20 минут, 30 минут вообще движения не было, поэтому можно пока убрать в сторону. У меня стоят алерты, на случай, если рынок придет к моим уровням, чтобы действовать. А пока мониторим индекс Nasdaq. Так, прицеливаемся. Не торопимся, мы ждем сигнал, который подразумевает коррекцию к уровню. То есть у нас есть движение вверх, сила сигнала номер 1, коррекция, сила сигнала номер 2, куда? К предыдущей важной зоне поддержки. И мы ждем паттерн, сила сигнала номер 3, кластер 3, buy. Какой паттерн? П, б, buy, вариант номер 1. Второй вариант. Мы ждем ротацию бара, иначе говоря, первый белый бар после черного. Вот мы видим здесь бар черный, первый белый покупаем. Посмотрим, что здесь будет. Есть еще один вариант, это свечные паттерны. Мы сейчас более активно с трейдерами используем свечные паттерны, параллельно с теми сигналами, которые у нас есть. Таким образом, мы выбираем наиболее лучшую точку входа из всех. То есть у нас есть выбор среди сигналов. Мы можем зайти в настройки S-Trader, Sculping Trader, и посмотреть, что у нас здесь. Вот важный параметр, который регулирует количество сигналов. Дистанцию мы можем заранее поставить чуть побольше, на случай, если здесь будут сигналы. И количество свечей 5, чтобы как можно больше получить сигналов. Но мы видим, рынок тут же реагирует. Мы уже прошли довольно много. И белый бар, все очень быстро. Достаточно большая и широкая свеча. Вот у нас былся P-B-Buy, мы нажимаем Buy. Наш стоп за уровнем. И наш тейк у сопротивления 12.763 ждем. Мы взяли быстрый первый тейк, плюс 300 пунктов. Сегодня были уже P-B-Buy сигналы. Вот видите, здесь P-B-Buy. Видите, здесь P-B-Buy. Здесь раз, два, три сигнала. Первый сигнал 700 пунктов. Второй сигнал 800 пунктов. И наш сигнал, но уже вечер, 300 пунктов. Три сигнала и все три профитные. Причем сам по себе сигнал очень-очень простой. Базовые условия нужны. Пробы уровня. Сила сигнал номер один. Коррекция к уровню. Сила сигнал номер два. И сам P-B. P-B это pullback, откат. Сигнальная свеча. Да, здесь она достаточно широкая. Если мы посмотрим на предыдущие свечи, то здесь чуть поменьше. Хотя вот это тоже достаточно широкий бар. Сегодня NASDAQ волатилен. Много таких больших свечей. В широких диапазонах. Поэтому это нормально. Ждем еще. Да, нажимаем кнопку. Очень мощный sell сигнал. Шортим. Это агрессивный SS2 sell стрелочный. На этом стрелочном свече подтверждающий sell сигнал. Все, ждем. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Я перевел позицию без убыток. Мы видим, до этого был P-Buy против нашего sell сигнала. Ну и посмотрим, что сейчас будет. Ждем. Только что у нас по золоту был P-B sell. Я даже не увидел. Но мы валимся. Дико просто. Не обратил внимания. Вот когда рынок сонный, это усыпляет твою бдительность. Смотрите, P-B sell тут же просто без остановки. Как сумасшедший. Ладно. Не будем грустить. Мы буквально здесь какие-то копейки не дошли до нашего тейка. Плюс 25 пунктов. Потом еще раз. Но я уже защитил свою позицию. При том, что мы можем продавать здесь и купить потом снова P-Buy. Видите? Мощный, очень мощный сигнал. С этой комбинацией свечной мы видим двойная вершина еще. Но очень интересно теперь, как эту ситуацию разыграют участники. Это все автоматически. Все паттерны, сигналы, все рисуется автоматом. У меня советник, где я нажимаю кнопку Buy или Sell, и, соответственно, открывается ордер, открывается позиция. Мы можем скальпировать таким образом. Здесь купили, взяли тейк, здесь продали, взяли тейк на ретесте структуры. Потом P-Buy-Buy купили и так далее. Золото, конечно, летит. Обалдеть. Как мы прошлепили сигнал. Как раз было в конце нашей торговой сессии еще уровень слева. Вот чем соль, структура слева. Причем, представляете, какой стоп. Если мы здесь ходим, можем смело стоп поставить за максимум сигнал. Эх. Сейчас бы под вечерок. Как следует наварились. Ну, ничего страшного. У нас были хорошие сделки по NASDAQ в целом сегодня. У меня не было каких-то сумасшедших профитов по NASDAQ в течение дня. Здесь немного заработал. Потом я купил при пробое здесь. Это одна из моих агрессивных техник. Потом мы с вами купили здесь. Потом я продал здесь. Ни одного лоса. Один без убыток. Класс. Ну, и, конечно, PPSL вот этот по золоту. У нас есть впереди поддержка. Если мы на секунду вернемся на старший таймфрейм, чтобы не листать график. Мы видим вот эту зону. Видите? 1724. Очень-очень мощный уровень поддержки, если рынок сюда придет. Хорошее место для открытия buy ордеров по сигналу TCBuy по паттернам разворота. Но здесь я не могу продать по паттерну. Разворота вот в этой точке сейчас. Во-первых, паттерн еще не завершен. То есть еще нет указания на sell. Паттерн сам есть, но сигнала нет еще. Мы ждем кульминацию всей вот этой последовательности. Давайте посмотрим, будет ли шанс. Нам нужна первая более низкая цена закрытия. Закрытие телом ниже минимум предыдущей свечи. Но при этом максимум паттерна, где стрелка TSSL, не должен быть нарушен. Вот таким вот образом мы торгуем паттерны. То есть мы можем торговать отдельно TSSL. Мы можем торговать его с паттернами. Либо мы можем его торговать только возле уровней. Очень ровно рынок движется. Новый максимум, коррекция. Новый максимум, коррекция. Потенциальный новый максимум. Sell signal, входим. Но чем ровнее рынок, тем легче делать деньги. Чем более волатильнее, точнее более волатилен рынок. Потому что сегодня волатильный рынок, да, он не супер какой-то трендовый, но он достаточно активный, чтобы делать профиты. И сегодня 80 с лишним процентов сигналов работает. ПБСЛ что творят? Коррекция sell, коррекция sell, коррекция sell. Потом коррекция buy, коррекция buy, коррекция buy, коррекция buy. Все отработаны. Продаем снова NASDAQ по паттерну вершина, стрелочный. Более низкая цена закрытия на правой стороне. Наш тейк будет в районе вот этой поддержки. Так, ну что, мы возвращаемся в эфир. Я зафиксировал тейк профит, 25 пунктов. Мы продавали с вами по стрелочному сначала. Потом рынок отскочил. Я закрылся без убытки, хотя до этого немножко не дошел до тейка. Потом рынок протестировал, сформировал вершину. Я здесь продал и зафиксировал профит. И посмотрите, что творится. Посмотрите, как рынок валится из золота, как валится кошмар, трейдеры. Что творится вечером. И причем все это после сигнала ПБ. Уф, 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 ПБСЛ. Кошмар. Посмотрите, что происходит. Все валится. Уже не валится, а уже отбивается. Посмотрите, как мы протестировали наш уровень 120%. Это мощнейший уровень поддержки. Тут же выстрел. В общем, началась какая-то жара. Возможно, там какие-то новости. Но это не имеет никакого значения. Имеет значение то, что мы видим на графике. И это самое твердое, что у нас есть. Самое надежное в трейдинге. И все, что нам нужно делать, это регулярно повторять одно и то же. Если вы хотите торговать с нами в закрытом чате, торговать по сигналам системы Scalping Trader, либо Cluster Trader, добро пожаловать. Ссылка на систему под этим видео. Всего-всего-всего доброго и до встречи. Пока.